Давайте мы начнем. Сегодня я хочу продолжить то, что начал в прошлый раз. Это протоколы передачи данных через небезопасную среду. Мы в прошлый раз рассмотрели протокол, который состоит из нескольких компонентов. Компоненты называются процессами. Я напомню, что у нас было в прошлый раз. Был передатчик, сендер, был приемник, ресивер. И сендер посылал данные в канал. Я сначала написал каналы, как переменные, в которых можно записывать сообщения. Потом сказал, что пусть каналы будут отдельными процессами. На самом деле я это сделал зря. Я поменял обозначение, вы помните. Можно и так, и так. То есть у нас есть канал, в котором мы можем предполагать самые разнообразные преобразования информации. Мы можем написать, например, команду послать сообщение в канал. Оно встанет в конец очереди. И если мы хотим, чтобы моделировались с нами разные эксцессы в канале, типа порчи сообщений или их удаления, мы просто можем считать, что вся система может совершать переходы, которые связаны с изменением состояния каналов. Ну, в общем, вот, значит, каналы могут быть и как отдельный процесс, и как такие ресурсы памяти, в которых мы можем допускать разные изменения. Вот, ну, значит, вот сообщение посылалось в канал сендером, оно принималось с канала ресивером, и сообщение могло быть искажено, тогда ресивер слал, значит, вернее так, если оно нормально, тогда он слал, что сообщение дошло нормально. Вот, если он увидел, что сообщение искажено, он на это никак не реагировал, вот, это все равно, что сообщение вообще пропало. Вот, и, значит, вопрос возникал такой. Вот мы создали систему, в которой, значит, должна быть достигнута какая-то заданная функциональность. Вот, ну, эту функциональность мы описали формально в виде эталонного процесса. То есть, вот, как бы там сложно ни было устройство внутри, но то, что делается всей этой системой в целом, вот, это то, что мы можем описать в виде простого соотношения, значит, вот, если есть порт in, вот, есть порт out, вот, мы можем написать такую диаграмму, значит, вот, состояние, значит, ввели с порта in, так, или я там как писал, я писал знак вопроса in, запятая x, да, вот, и восклицательный знак out, запятая x. Вот, это довольно простое описание функциональности, которое должно быть реализовано нашим таким сложным протоколом. и возникает вопрос, как это доказать. Сейчас мы с вами, а мы с вами еще ничего, это я в другом спецкурсе, значит, вот, значит, самая главная наука про анализ протоколов, тема нашего спецкурса, это анализ протоколов безопасности. Вот протокол, протокол, это набор взаимодействующихся процессов, вот, задача анализа, это обосновать то, что вот именно такого рода поведение реализуется нашей системой. Вопрос, как это сделать? Вот, ну, значит, у нас сходные задачи были, вот, помните, когда мы рассматривали умножитель и дупликатор, и вот вся система в целом, мы ее моделировали в виде такого графа переходов, мы обосновали, что система не удовлетворяет своему свойству, то есть она не работает так, как, вот я сказал, взял число x, выдал x квадрат. Вот, она может взять x, потом взять еще одно значение, и затем она может выдать квадрат первого и квадрат второго, но это не то, что мы хотели, мы хотели, чтобы сразу после взятия была выдача квадрата. Вот, значит, вот тот пример, он показывает, как можно обосновать, что система не удовлетворяет своему свойству. Ну, встает такой вопрос, а как доказать, что она удовлетворяет своему свойству, То есть она делает разные действия, мы их не игнорируем. То, что посылается в канал, там принимается из канала, в канале порча происходит, это нас не интересует с точки зрения описания того, что система должна делать для внешнего наблюдателя. Для внешнего наблюдателя ее свойство — это чередование действий. Принял сообщение с порта IN, выдал сообщение с порта OUT. То есть они могут быть разнесены, но для нас вся система единое целое. И мы должны обосновать, что если мы только учитываем принятие сообщений с порта IN и выдачу сообщений с порта OUT, то как бы там сообщения не портились, как бы там не перепосылались уже посланные кадры, рано или поздно, ну вот насчет рано или поздно, это на самом деле еще неизвестно. Там же вот в канал можно кадр послать, и он испортится. Следующий кадр послать, он опять испортится. То есть, может быть, у нас никогда и не выдастся с порта OUT то, что сендер посылал, то, что он получил с порта IN. Значит, вот это вот, значит, ну на самом деле ничего страшного. То есть вот такой вариант действий, он возможен и на этой диаграмме. То есть X получен, но на этом система заглохла. То есть мы не гарантируем то, что дальше будет движение по вот этой стрелочке. Мы гарантируем, что если движение будет, то есть следующее действие, если она совершит, которое для внешнего наблюдателя можно наблюдать, то это будет действие именно выдачи того самого X, который был получен с порта IN и ничего другого. Ну вот, значит, вот я много говорил про то, что эта задача, она имеет смысл, но как ее решать? Значит, ну для этого я должен вам рассказать основы такой более глубокой теории. Она называется «Теория процессов». Значит, вот я написал книжку под названием «Методы верификации программы». Вот, и вот там вот как раз изложена, ну на самом деле это книжка вот по теории процессов. То есть там это глава, а вот у меня есть книжка про то, как вообще свойства сложных процессов можно формально описывать и как анализировать, удовлетворяет ли процесс заданному свойству или не удовлетворяет. В общем, вот я хочу сейчас поступить вот как. Я вам расскажу более сложный протокол передачи данных, в котором не в одном направлении делается передача, а в обоих направлениях. Вот, и там каждый, вот там нету передатчика и приемника, там каждый участник одновременно и передатчик, и приемник. Вот, я вам расскажу устройство этого протокола, и после этого мы изучим вот те подходы. Ну, то есть я не буду детально анализировать вот тот протокол, который я вам рассказывал, вот правильность его. Я хочу это вам дать в качестве домашнего задания. Ну, а значит, я расскажу только про то, какие вообще концепции лежат в основе вот этого анализа. Это понятие наблюдаемой эквивалентности процессов. Вот, я вам его опишу, но решать задачу анализа протокола я хочу вас попросить самостоятельно. Вот, это, я считаю, полезное упражнение для вас будет. Ну, и сейчас вот давайте я перейду к описанию того протокола, который я обещал вам рассказать. Значит, вот у нас часто, вот вы на компьютере сидите, когда вы и отправляете информацию, и принимаете ее. Вот, и причем это вы делаете как-то вот параллельно. Да, вы по этому, по зуму говорите и слушаете одновременно. То есть вы можете одновременно с вашим участником беседы говорить. И вы говорите, и он говорит. И кажется, что вы одновременно и посылаете информацию, принимаете ее. На самом деле вы чередуете вот эти действия. То есть какой-то квант времени чисто идет от вас пересылка, какой-то квант времени, наоборот, вы принимаете информацию. В общем, как правило, в жизни процессы, которые обмениваются информацией, они являются одновременно и отправителями, и получателями этой информации. Ну, значит, вот мы сейчас определим протокол, который тоже использует вот эту идею чередования битов. То есть там, значит, вот кадр, который там участники, это уже называется агенты. Значит, агент 1 и агент 2. Вот. Они одновременно и отправитель, и получатель. Тоже там, ну вот так, давайте, вот тут вот это у нас канал С. Значит, а от этого к этому канал С'. Вот. И, значит, у отправителя есть порт IN1, через который он получает пакеты, чтобы передавать их агенту второму. и второй их получает и выдает, я вот так вот снизу напишу, Спарта Аут 2. То, что он получил от первого агента. Но второй агент симметрично совершенно работает. То есть он должен еще иметь возможность с порта IN2 получать пакеты от своего начальника, в смысле от своего высшестоящего уровня. Вот. Они должны доставляться агенту 1, и тот должен их выдавать с порта Аут 2. Вот. Это называется двунаправленная передача. То есть вот отсюда идет вот так вот. Передача пакетов сюда и отсюда вот. Значит, ну вот это на самом деле вы сами можете эту задачу решать. Надо написать протокол, который, значит, вот показывает, как каждый агент должен работать. Надо думать, что у них совершенно симметричная должна быть работа. Вот. У них каналы, которые могут сообщения, то есть они получают, посылают сообщения через каналы, в которых может быть удаление пакета, искажение. Вот. Переупорядочение быть не может. Ну и вот отдельный вопрос, как быть, когда переупорядочение все-таки происходит. Вот. Кстати, нету Никиты Сергеева, да? Помните, да? В прошлый раз я давал всем задачу, вот предположите, что в канале могут пакеты переупорядочиваться, то есть пакеты надо нумеровать еще натуральными числами. Вот вопрос, как мы будем такие пакеты... То есть надо написать протокол, в котором можно вот эту возможность каналов учитывать. Ну, на самом деле, там, мне кажется, надо использовать такой массив бесконечный. Ну, в смысле, не бесконечный, ну, там, допустим, первый пакет он может постоянно где-то там, ну, то есть его можно послать, и он возникнет где-то через много-много времени, после того, как те, кто за ним уже приняты. Ну, в общем, так, там нужна память такого все-таки неограниченного размера. Вот. Ну, ладно, значит, это можно. Да. Аут-2, да, Аут-1, конечно, да. Это у агента номер 1 порты Аут-1, у второго Аут-2. Так, ну, давайте я сейчас вам нарисую процесс агента. Вот. Ну, заранее предупреждаю, что это будет не очень... Ну, на самом деле, ничего сложного в нем нету. У нас был, значит, агент-отправитель и агент-получатель в прошлый раз. Сейчас мы совместим оба эти вида работы в одном процессе. Значит, вот у нас у отправителя, по-моему, было, или там у кого было, R и S, да. Значит, вот R и S. Значит, S — это... В общем, вот там идея отправителя заключалась в том, что у него была переменная S, хранящая два значения. Значит, 1 и 0, да. Там начиналось, по-моему, с S равно 1, да. Вот. И когда он получал подтверждение, что этот кадр получен, он тогда менял S на противоположное значение, на 0. Вот. И, кроме того, имеется переменная R у отправителя, которое значение имеет тоже 1 или 0. И ее смысл — это... Так, только там наоборот, по-моему, сначала R равно 0, что ли? Ну или нет? Давайте 1 и 0. Значит, R — это ожидаемое подтверждение. То есть, вот он посылал кадр с битым 1, он ждет подтверждения этого кадра. То есть, вот R — это тот бит, который должен быть прислан получателям в качестве подтверждения. Вот. Значит, когда он... Ну да, в общем, вот так, да. Значит, сейчас у нас вот тоже у агента 2 эти... 2 эти переменные имеются. Ну, значит, у нас и у первого свои R и S, и у второго свои R и S. Сейчас я все-таки посмотрю. Нет, S у предыдущего примера был только у отправителя, а R был у получателя. Вот как. То есть, получатель ожидал кадр, бит у которого равен R, вот, а отправитель посылал кадр, бит его был равен S, и он ожидал подтверждения именно с тем же битом S. Значит, у нас ситуация здесь такая, что агенты, они оба, то есть, у этого свой R и S, давайте мы его обозначим, R1, то есть, S1, запятая R1, у этого свои R и S, то есть, вот он как отправитель помещает бит, который он присоединяет кадру в S1, но он и получатель тоже. Так, вот здесь значит ситуация такая, кадры у нас сейчас, вот раньше кадры имели вид пары, значит, переменная X, которая хранила посылаемое сообщение и к ней присовокуплялся бит S, сейчас у нас кадры будут тройками, значит, X, S и R, значит, я уже говорил в прошлый раз, что квадратные скобочки, они выражают собой функции шифрования, кодирования, в общем, они изготавливают из вот этой тройки кадр, который противник не может как-то взломать, вот, противник может его удалить или испортить, но узнать, чему равен X, противник не сможет, вот, они, когда получают вот это сообщение, они сами могут его расшифровать, докопаться до вот этих компонентов сами могут, вот, и, значит, это делается функциями, значит, у нас, я не помню, писал я или нет, вот, когда мы применяем функцию инфо, инфо, к этой тройке, то получаем первую компоненту, вот, вторая компонента, это, значит, номер кадра, сек, от этого кадра, это равен S, и аккноледжмент от этого кадра, это R, то есть, извлекать компоненты из зашифрованного кадра делается это путем функции инфо, сек, какое там слово-то, секвенс, или как там, в общем, номер кадра и его, значит, третье компонента подтверждение, то есть, вот, агент, когда, ну, или ладно, давайте я сейчас напишу программу, значит, вот, давайте я пишу программу саму для агента, значит, вот, у него первое состояние начальное, вот, он выполняет сначала прием информации от своего начальника, то есть, знак вопроса in, запятая, x, вот, он получил пакет, вот, начальник, ну, то есть, вышестоящий уровень протокола, это тоже протокол, то есть, вы знаете, что протоколы образуют такую иерархию нет, извиняюсь, вот, эта иерархия, она состоит из протоколов, вот, мы сейчас изучаем протоколы канального уровня, а более старший протокол, который начальник для нашего канального уровня, это протокол транспортного уровня, вот, он нарезает пакеты из той информации, что он хочет передать, и, значит, нашему протоколу он присылает очередной пакет с порта ин, значит, я забыл, я говорил, что такой порт, порт это абстракция, это называется точка взаимодействия, это может быть адрес какой-то, или там какой-то вот физический объект, ну, в общем, для нас никакого значения устройство порта не имеет, это точка взаимодействия, то есть, когда два процесса имеют общее название для портов, то, значит, если первый посылает на этот порт значение, то второй синхронно его принимает в этот момент, и так, значит, вот процесс получает входной пакет, записывает его в переменную x, вот, и дальше он выполняет действия, связанные с посылкой в канал вот этого самого зашифрованного сообщения, так, только здесь у меня квадратные скобочки, но, по-моему, в прошлый раз я вам писал фи, ну, давайте сейчас я тут тоже буду писать фи, значит, в канал с посылается зашифрованная тройка, зашифрованный кадр, ну, или, нет, извините, кадр, это уже зашифрованная тройка, х, с, 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 запятая р, с чертой, вот, это отрицание р, значит, еще раз, с, это номер кадра, р, почему с отрицанием, он ожидает прибытия от своего визави кадра, у которого вторая компонента равна р, то есть он посылает р с чертой, как, это, значит, последний правильно принятый кадр, то есть он ожидает кадра с битом р, но он в этом своем посылаемом кадре указывает р с чертой, это смысл такой, что в последний раз, это же вот действие он выполняет не в первый раз, ну, то есть он может его и в первый раз выполнить, но когда он еще раз это действие выполняет, то р с чертой это отрицание р, это бит последнего правильного принятого кадра, а ожидает он стало быть кадр с битом р. Так, значит, вот он пришел в это состояние 3, вот, и он затем дальше включает таймер, вот, восклицательный знак старт, это сигнал таймеру, чтобы таймер включился, ну, таймер я уже в прошлый раз рисовал, я его не буду рисовать, еще раз, значит, таймер у каждого агента свой, значит, тут таймер, ой, таймер 1, вот, тут таймер 2, вот, но старт по-хорошему надо было писать с индексом, что это первый процесс, первый агент, старт 1, пусть это будет, вот, он переходит в состояние, вот, у меня в тексте это буква А, по некоторым причинам, я скажу дальше, вот, из этого состояния возможны два пути, либо он не дождался получения подтверждения, то есть, вот он должен послать этот кадр еще раз, вот он это и делает, он переходит обратно, в состоянии, с которым будет посылать, но это он делает, если он принял тайм-аут, то есть, тайм-аут, это, ну, это обычно считается время истечения ожидания, вот, но у нас это такой сигнал, значит, который таймер посылает, когда ему хочется выключиться, вот он этот сигнал посылает и агент его принимает, вот, он принял этот сигнал, он опять перешел в необходимость послать этот кадр еще раз, вот, но возможно и другой вариант из канала С-штрих, это канал, через который посылаются подтверждения, или нет, извиняюсь, у нас подтверждения, они сцеплены вместе с информационными кадрами, то есть, идею я забыл озвучить, я давайте еще раз ее озвучу, значит, у нас по, прежде посылались слева направо пакеты с информацией, справа налево подтверждения, сейчас подтверждение, оно включено и в посылаемые кадры, то есть, вот, когда этот агент выполняет вот это действие, он, вот, этот бит как раз вот в качестве подтверждения используется, то есть, вот он посылает одновременно информацию, бит, связанный с этой информацией и бит подтверждения, то есть, я получил твой кадр номер R с чертой, вот что он здесь делает, понятно, то есть, подтверждения, они соединены вместе с информационными кадрами в единое целое, вот, но иногда подтверждения требуется просто послать, то есть, например, мы делаем такую одностороннюю передачу в течение длительного времени, то есть, один агент у нас все-таки отправитель, а второй получатель, ну, тогда вот кадры от получателя, у них фиктивное вот содержимое первое и второе компонентов, у них только третье компонента имеет смысловую нагрузку. Итак, возможность для, вернее так, вторая возможность, если тайм-аут не истек, это подтвердить, извиняюсь, получить по каналу C' какой-то кадр, ну, или это не кадр, а что-то, может быть, это искаженный кадр, и записать в переменную F, вот, я напомню, как действуют вот эти операторы, они, значит, вопросительный знак, это, значит, принимается информация, C' из какого канала она принимается, и F, куда записывается, вот, может быть, более сложная запись для вот этих вот объектов, куда надо записать информацию, это может быть какой-то там структурный объект, тогда мы, он как шаблон, то есть мы принимаем только то, что соответствует этому шаблону, ну, например, кортеж или пара, например, принять пару, у которой первый компонент имеет заданный вид, вот, кстати, вот именно здесь это вот, ин это константа, это имя порта, а x это переменная, то есть шаблон это пара, у которой первый компонент из заданного вида, вот, но здесь у нас все, чтобы не пришло, записывается в F, это единая переменная, вот, и дальше из нее происходит извлечение информации, значит, вот мы переходим в состояние B, вот, дальше, значит, ну, вот мы получили подтверждение, вернее, чтобы мы не получили, нас заставляет выключить первым делом наш таймер, то есть, вот, надо таймеру первым делом послать, послать сигнал остановись, вот, мы получили что-то, вот, мы переходим в состояние, так, так, что-то у меня тут совсем проблемы, так, тут у меня состояние 6, почему-то, ну, ладно, вы на порядок номеров внимания не обращайте, значит, так, вот мы пришли в состояние 6, и мы приняли, значит, в F сообщение, и, возможно, два варианта, либо это сообщение испорчено, либо оно не испорчено, вот, мы это можем вычислить, используя алгоритмы, ну, вот, там, из теории кодирования, там, вычисление контрольной суммы надо сделать, в общем, мы можем определить, кадр испорчен или нет, значит, если он испорчен, вот, то мы переходим в состояние, когда нам надо опять послать кадр, который мы уже посылали, значит, вот, это условный переход, в скобочках он обозначается, вот, F равно, ну, это такое универсальное обозначение для искаженного кадра, крестик в квадрате, это, значит, мы получили испорченный кадр, вот, если же мы не такую ситуацию имеем, то есть, кадр не испорчен, вот, то мы переходим в другое состояние, значит, вот, я его так обозначаю, F не равно вот этому испорченному кадру, вот, так, и, значит, возможная ситуация какая, что мы получили, мы получили кадр, из которого мы можем извлечь все три компоненты, вот, и дальше, вот, такой разбор случаев идет, значит, вот, давайте, здесь напишу состояние номер 4, в него мы можем перейти двумя способами, вот, первый способ такой, что, значит, у нас, так, так, подождите-ка, в общем, вот тут у меня написано такое действие, проверить, верно ли, что сек от F равна R с чертой, в общем, вот, если это мы, так, вот, вторую компоненту принятого кадра, это, значит, вот, то, что отправитель указал второй компонентой в своем кадре, да, то есть, это номер того кадра, который он нам послал, мы помним, что мы ожидаем кадр, у которого вторая компонента равна R, а он нам прислал, значит, что у него вторая компонента R с чертой, то есть, это не тот кадр, который мы ожидаем, вот, это может быть еще, там, дополнительный кадр, который мы уже, Один раз приняли успешно, вы помните, да, в прошлый раз, что такая ситуация может быть, когда мы получили кадр, извлекли из него информацию, мы ожидаем следующий кадр с инвертированным битом, а у него опять бит тот, который уже был принят, ну, значит, это дубликат того кадра, дубликаты, они когда возникают, когда у другой стороны, значит, нет уверенности, что получатель его получил, он второй раз посылает тот же самый кадр, в общем, дубликаты есть, и мы должны все такие дубликаты отбрасывать. Значит, вот когда мы получили то, что написано слева, это означает, что это не тот кадр, которого мы ждем, вот, ну, нам тогда надо просто-напросто послать, значит, нам надо на самом деле послать, так, нам надо кое-что сделать сейчас, вот что именно надо сделать, я попозже объясню. Значит, я сейчас только хочу сказать, что другая ситуация, что, значит, вторая компонента принятого кадра равна тому биту, который мы ждем. Это значит, что мы получили очередной кадр от второго агента, и нам надо извлечь из него информацию, послать ее на вышестоящий уровень. Значит, мы выполняем действие послать на порт out, запятая, info от f. Вот, это мы сделали, и после этого мы делаем инвертирование бита r. Значит, и вот, это значит, что мы теперь уже, начиная с этого момента, ждем кадр, мы ждали до этого момента кадр с битом r, после этого мы ждем кадр с битом 1 минус r. Вот, инвертируем этот бит, вот, ну и, значит, вот, это единственное, что мы можем сделать, а здесь мы ничего не инвертируем, мы все еще продолжаем ждать кадр с битом r. Так, ну и вот, значит, дальше возможны два варианта развития событий, когда у нас, значит, третий бит рассматривается, то есть вот в этом самом эфе второй бит — это бит этого кадра, а третий бит — это подтверждение от второго агента того, что мы ему посылали. То есть то, что мы от него приняли, вот, мы обработали, там, два варианта, мы либо действительно приняли от него новый кадр, либо мы от него приняли не новый кадр, вот. Значит, возможна ситуация, значит, третий бит, вот, какой он должен быть, какой смысл у третьего бита — это подтверждение вторым агентам получения нашего собственного кадра, вот этого, который мы здесь посылали. Вот, он может его подтвердить, то есть одно дело, что он нам посылает свои устаревшие кадры, другое дело, что он в третьей компоненте все-таки посылает подтверждение нашего правильно принятого кадра, вот. Вот, и тогда, значит, это делается по сравнению с битом S, то есть возможен вариант такой, что он нам подтвердил наш кадр номер S. Вот, мы тогда здесь, значит, сделаем такое, ак от F равно S. Это, вы помните, что это сложные действия, да, они пишутся либо на ребре в столбик, либо в одной строке, но мне неудобно руку высоко поднимать, значит, я тогда пишу в одной строке через точку с запятой. Значит, надо, вот, проверку, если вот она выполняется, то после нее надо тогда сделать действие какое, поскольку кадр с битом S подтвердился, тогда надо просто инвертировать S и перейти к получению от вышестоящего уровня следующего кадра, и, значит, надо его с битом противоположным уже связать, то есть надо выполнить действие инвертирования S. Вот, мы его связали с противоположным битом, вот, и перейти в состояние получения очередного пакета от вышестоящего уровня. Но, возможно, и ситуация, когда нам в третьей компоненте не то, что мы ожидали, а мы получили АК от F, это отрицание S, то есть это противоположная ситуация с тем, что написано выше. Ну, то есть мы могли принять правильный кадр, но отправитель, вернее, второй агент, он нам подтверждение так и не прислал того, что мы ожидаем. Поэтому у нас нет никакой возможности, кроме как еще раз этот самый кадр ему послать и все начнет начать сначала. То есть посылаем, включаем таймер, ждем, когда нам что-то придет, и опять делаем такой разбор принятого кадра. Вот, ну вот здесь вот встает вопрос, вот я написал эту программу, да, но здесь вот не очевидно, да, мы вот послали еще раз, может нам придет там кадр, у которого опять, то есть кадр старый, но он придет с, так, немножко не то я сказал. В общем, вот мы, где гарантия, что мы когда получим, вот мы же здесь из кадра уже извлекли полезную информацию, вот, но отправитель от нас не дождался, мы ему послали старый опять, вот, и, в общем, вот то, что он нам будет посылать, это у него нету полномочий посылать нам новый кадр, пока мы ему не прислали, так, пока мы ему что не сделали. В общем, короче говоря, вот когда мы посылаем старый кадр, где гарантия, что мы опять не будем извлекать из кадров, которые он послал со старым содержимым, вот, в этом действии, вот, опять не будем извлекать информацию. Ну, в общем, так, я, то, что сейчас пытаюсь сказать, это, значит, такое, вот мы написали какой-то алгоритм, который как-то работает, да, вот, ну и вот, мы, значит, для каждого агента своя такая программа, там у них, у каждого свой таймер, вот, это все можно написать и запустить, да, я думаю, понятно, да, там программу можно написать, вот, вот, и самые разные ситуации делать, там, в каналах задавать свои собственные режимы искажения и потери, вот, вопрос, как будет работать такая машина, что она нам будет делать с внешней, как говорят, точки зрения, она будет нам, вот, вот, когда однонаправленная передача была, там все ясно, да, там можно делать такое, вот, значит, чередование только, кадр получен от вышестоящего уровня сендером, кадр выдан вышестоящему уровню ресивером, вот, то есть у нас два события, только регистрируются, вот, внутренние события мы не регистрируем, когда вот у нас такая сложная система, вопрос, как можно, то есть, вот, ну, давайте будем считать, что агенты могут работать так, что в каждый момент времени только один агент может выполнять свое очередное действие, вот, мы, по-моему, это обсуждали в прошлый раз, значит, это система параллельно работающих процессов, вот, но они, значит, даже если какие-то действия выполняют одновременно, мы все равно считаем, что одно, там, произросло чуть-чуть, там, пораньше или попозже другого на 10 минус 10 секунды, в общем, вот, в модели достаточно считать, что в каждый такт времени только один из них может совершить переход, то есть выполнить действие и перейти по ребру, значит, вот они делают действие, они посылают, вот, с порта ИН-1 и ИН-2, вернее, принимают с порта ИН-1 и ИН-2, посылают с порта Аут-1 и Аут-2 значения, вот, какие вообще возможны варианты такой совместной деятельности, ну, то есть, вот, можно ли, вот, описать то, что они делают в виде какого-то графа, вот, вы помните, да, как мы описывали, ну, вернее, так, вот, система, когда хочется понять, как она работает, рисуется игра, вот она начала работать, да, вот, значит, здесь прием с порта ИН-1, там, вот, прием с порта ИН-2, вот, допустим, выдача с порта Аут-2, или здесь, там, выдача с порта Аут-2, вот, там, ну, то есть, ИН-1, там, ИН-1, так, тут, там, ИН-1, вот, в общем, вот, здесь, значит, вот вопрос, вернее, так, вот такая диаграмма показывает, как вообще могут происходить разные действия, то есть, сначала, наверное, ну, там, может, и из порта ИН-2 поступить какой-то, там, пакет, вот, то есть, вот вопрос, нарисовать диаграмму требуется такую, чтобы она показывала всевозможные варианты работы этой системы, вот, значит, вот я хочу сказать, что система простая, но нарисовать диаграмму, на самом деле, дело сложное, вот, я сам пытался где-то год назад это делать, вот, но диаграмма у меня, в конце концов, получилась, но она оказалась такая, что ни в одной книжке такой диаграммы нету, то есть, вот, там, значит, вот, в книжке Таненбаума написано следующее, как возможно работа такой системы, ну, тут, может быть, агент-1 принял сообщение, агент-2 принял сообщение, вот, и дальше, либо агент-1 выдал свое сообщение, агент-2 выдал свое сообщение, либо, наоборот, сначала агент-2 выдал, вот, ну, в общем, там такой урезанный вариант работы представлен, вот, И математикам полезно задаться вопросом, какие вообще варианты поведения такой системы возможны. Давайте так, я на самом деле хочу вам такую задачу поставить. Значит, вы все, что нужно знать для этой задачи, вы уже знаете. Если не знаете, прямо сейчас меня спросите об этом. Да, слушаю вас. Спросите по-другому такого и вещи? Да. Первый, там стоп тоже один, да? Стоп один, конечно, да. Там все со знаком один. Потом, у него из 5 в 4, там получается два варианта, а второй должен быть из 5 в 2 в 1. Нет, это у первого агента, значит, если он получил неискаженный кадр, то либо это верно, либо верно условие вот это, либо его отрицание. Вот. Условие это, если верно, тогда просто перемещаемся в 4, а если отрицание верно, тогда выполняем вот это действие и переходим, и что там, инвертируем бит R. То есть здесь никакой неясности не должно быть. Значит, вот протокол, да? Понятно. Значит, вот вы помните, что я рисовал, вот помните, когда мы про перемножитель и дупликатор, да? Вот у каждого агента, там у одного три состояния, у другого три состояния. Значит, у всей системы 9 состояний, я их все рисовал. Вот рисовал стрелочки, которые соответствуют движению одного агента, и рисовал диагональные стрелочки, когда они оба. Один посылает, другой принимает. Вот здесь ровно та же самая ситуация. То есть вот есть два агента. Так, ну здесь на самом деле немножко, здесь таймеры еще есть. Значит, вот у нас вот то, что надо анализировать, ну вот в теории процессов. Значит, я, наверное, давайте все-таки теорию процессов хотя бы немножко коснусь, после того, как закончу с этим протоколом. А более развернутое изложение, это вот моя книжка. Знаете что, давайте вот сейчас закончится занятие, я вам всем пошлю в чат сообщение, которое я послал в другой чат. Это просьба к коллегам прочитать мою книжку и прислать мне свои замечания, если они у них возникнут. Но я вам всем пошлю в чат тоже эту книжку, и вы ее читайте, вот именно главу про теорию процессов. Кстати, там этот протокол и есть. Значит, надо анализировать систему под названием протокол, которая является параллельной композицией. Значит, у вас есть агент 1, вот таймер 1. Так, ну только там вот такая вот операция для параллельной композиции. Значит, агент 2, таймер 2. Вот, ну и вы там к этой параллельной композиции принимаете, применяете операцию запрета взаимодействия ваших агентов. А там нету, кстати, там ничего не надо, я извиняюсь, применять. Они через каналы свои сообщения посылают. Вот, ну, значит, вот, во-первых, вот такую параллельную композицию четырех процессов достаточно, вот, как анализировать. Значит, вот вы объединяете агент 1 и таймер 1 в единое целое. Вот, и это значит, что вы, вот действия, которые исполняются агенты и таймеры одновременно, вы просто считаете, что они невидимые. То есть, вот это такой невидимый переход, и это тоже невидимый переход. Вот, и стоп тоже невидимый переход. Значит, короче говоря, вот у вас возникнет ситуация, когда упрощается ваш агент. Значит, вот почему я нарисовал А, это состояние не нужно. Вот вы пришли сюда, и отсюда вы считаете возможным движением либо туда, либо возможно движение вот сюда, С штрих вопросов на знак Ф, и все. Вот, значит, когда вы объединили агента с таймером, то вот такие ситуации возможны. Вот, и, значит, дальше у вас система вот два таких процесса. Значит, у одного 6, у другого 6 состояний, значит, 36 состояний у вашей системы. Вот, надо подумать, как нарисовать граф с 36 вершинами, и действие, которое может ваш процесс под названием протокол выполнять, это действие какого-то одного из агентов. То есть, вот, там надо, помните, да, вот как сделать, нарисовать, там, у системы состояние будет пара, значит, 1,1, вот, 2,1, и так далее. Вот, и, значит, вот вы делаете, значит, ну, то есть у протокола состояние будут пары и запятая жи. Вот, теперь, если в каком-то агенте, например, в первом, имеется ребро из И в И штрих с меткой какой-то действия А, тогда вы во всей системе рисуете ребро из И жи для произвольного жи в И штрих жи и тоже действия А. То есть вы для каждого ребра первого агента рисуете 6 ребер во всей системе в протоколе с одной и той же меткой, и там, значит, ребра соединяют пары И жи и И штрих жи для любого жи. Шесть ребер. Вот, значит, для каждого такого ребра вы рисуете, для каждого ребра первого агента вы рисуете, соответствующие, ребра в параллельной композиции. Ребер будет много, да, сколько их будет? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ребер одного агента. Девять умножить на шесть. Нет, значит, так, у вас вот девять ребер, да, и каждое ребро шесть раз присутствует в параллельной композиции. Да, шесть умножить на девять — это для каждого ребра. Да, да, и плюс еще шесть умножить на девять — это у вас девять ребер второго агента, в первом присутствует вот каждого шести экземпляров. В общем, много ребер, тут нужны именно механические средства для написания такой параллельной композиции. Вот, и вопрос, что с ней делать дальше. Вот, ну, когда я вручную все это делал, то есть у меня, как бы, возможность только самому все рисовать, вот, я понял так, что надо просто вместо S и R задавать конкретные значения, то есть 0 и 1. В общем, вот я там писал, значит, вот уже размножил, то есть у нас там четыре варианта, да, вот. Я вместо этой диаграммы рисовал гораздо более крупную диаграмму, значит, чтобы там вместо R и S были нули и единицы, значит, таких комбинаций четыре штуки, вот, и, значит, у меня диаграмма увеличилась в размере в четыре раза, вот, но ее было проще анализировать. Ну, в общем, так, короче говоря, значит, вот я нарисовал диаграмму перехода всей системы, вот, была ужасно сложная диаграмма, там самое вот нехорошее было, вот, когда у вас канал, значит, то есть у вас канал, он же содержит неопределенное количество сообщений, да, вот, и там, значит, может быть очередь сообщений, вот, я искал, каким закономерностям удовлетворяет эта очередь, вот, очередь там была такого регулярного вида, то есть там кадры, значит, у которых третья компонента равна нулю, потом третья компонента равна единице, потом третья компонента ноль, и вот между вторыми компонентами тоже закономерности были какие-то, ну, в общем, так, вот эта творческая задача для вас нарисовать упрощенный, то есть вот вы нарисуете граф для протокола, наверное, его можно упростить, то есть сделать такую, значит, более простую диаграмму переходов, вот, и, значит, вопрос, как это сделать, ну, то есть вот понятно, что должно получиться в конце, в конце должен получиться граф вот такого вида, у него действия могут быть только вот внешние, то есть там канальные вот эти вот операции, это внутренний уровень, они не должны присутствовать при внешнем описании этого графа, вот, внешний граф должен быть только в терминах, вот, принять сообщение с порта in, выдать сообщение с порта out, и все, вот, значит, вот надо вам нарисовать, что наблюдатель внешне может увидеть при самых разных вариациях работы вот этого протокола, вот, ну, то есть вот задача анализа этого протокола, это извлечение свойств, то есть в каком порядке вообще у вас могут быть эти действия приема и выдачи, вот, но это самое сложное, что можно сделать для этого протокола, то есть это полный перебор всех возможностей того, что он делает, вот, можно решать более простую задачу, например, задачу такую, доказать, что если вот выполнены действия на парте in1, то есть вот мы рассматриваем произвольную, как говорят, трассу, то есть трасса это список событий, которые у вас в протоколе происходят, значит, вот трасса, значит, это вот там а1, а2 и так далее, значит, вот каждый из этих аитых, это одно из вот этих действий, принять сообщение на парте in, выдать сообщение на парте out, значит, вот задача, если вы удалите из этой трассы или оставите в ней только действие принять сообщение с парта in1, вернее, да, принять с парта in1, выдать сообщение с парта out2, доказать надо, что, ну, то есть понятно, да, вот у вас там, значит, два действия, то есть агент in1, он принимает сообщение отсюда, и агент 2 выдает сообщение отсюда, значит, задача, если мы хотим, чтобы наши сообщения, которые агент принимает с парта in1, вернее, очередь их, совпадала с очередью сообщений, которые второй выдает с парта out2, это более грубые свойства, чем свойства, ну, не так, это свойства одно всего лишь такой частный характер имеет, доказать соответствие этих очередей, то есть то, что выдается с этого парта, это ровно то самое, что агент 1 принимал с парта in1, значит, вот требуется доказать, что эти очереди совпадают, вот, ну, вот я вам эту задачу сформулировал, я считаю, что вы имеете все знания для того, чтобы эту задачу попытаться решить, вот, я хочу спросить, есть ли те, кому эта задача непонятна, никого нету, да, кому эта задача непонятна, значит, вот, задача поставлена, ее можно решать, вот, я могу сказать, что я могу сказать, что решение этой задачи еще нигде не видел, то есть вот, как бы это не выглядело нелепо, ну, такие протоколы довольно часто, это такой объект изучения, книжки, вот, издается к книжке, вот, и там, вот, решение этой задачи полное я не видел, ну, в общем, вот, вы все-таки математики, я хочу, чтобы вы, так сказать, вот, осознавали, что если вы эту задачу не сможете решить, то никто в мире ее не сможет решить, вот, значит, вам надо думать над тем, как решать задачи такого типа, значит, здесь самое главное, что не нужны никакие особые математические теории для того, чтобы решать такие задачи, вы осознаете, что у вас происходит, да, то есть, какие действия выполняют ваши агенты, они получают, шифруют пакеты, расшифровывают их, решают, там, тот или не тот, в общем, вот, логика работы каждого агента вам предельно ясна, и вы должны, так, на самом деле я извиняюсь, когда я сказал, что эту задачу решать не умеет, я имел в виду, что в учебной литературе я не видел примеров решения этой задачи, вот, более сложные задачи, значит, там, вот, в протоколе могут быть более сложные операции, вот, там не один бит, а номер какой-то присваивается кадру, вот, это вот то, что называется протокол скользящего окна, вот, там, значит, есть, в общем, более сложный подход к такого рода взаимодействию, вот, это называется протокол TCPIP, вот, и там раньше содержалась ошибка, то есть, вот, не было соответствия между принимаемой очередью, посылаемой очередью и принимаемой очередью, вот, ну, там, когда ошибку обнаружили, то заплатили деньги специалистам по верификации, они все-таки эту задачу решили, но решение я, опять же, нигде не видел в литературе, наверное, секретно, вот, ну, в общем, вот ставится такая задача для вас, хотя бы для протокол с чередованием битов, вот, значит, вот надо сделать обоснование того, что передача данных производится корректно, то есть, соответствие между очередью, которая была здесь и очередью, которая была выдана здесь, вот, ну, хорошо, значит, вот я поставил вам задачу, я не сомневаюсь, что кто-то из вас ее сможет решить, если никто не сможет решить, то мне ее самому придется решать, у меня есть и другие задачи, вот, по машинному обучению тоже надо что-то делать, вот, ну, давайте, в общем, если хотите, вот, решайте, тогда я ваше решение вставлю в свою книжку, хорошо, значит, таким образом мы поняли ситуацию, что надо сделать, так, ну, сейчас я тогда хочу перейти к такому более, так, сейчас, на самом деле, я не знаю, то есть, у меня есть два варианта, либо я вам расскажу про протокол скользящего окна, но я боюсь, что вы, это психологически сложно, психологически сложно, нет, давайте я делаю, ну, может быть, я это сделаю в следующий раз, но здесь больше таймеров, то есть, здесь вот идея усложнения данного протокола, давайте все-таки кое-что скажу, она заключается в том, что вы, значит, не, вы передаете, вернее так, вы от вышестоящего уровня получаете следующий кадр, не сразу после того, как получите, вернее так, не дожидаясь подтверждения текущего кадра, вот, здесь, то есть, вы делаете запрос на получение нового кадра, когда вы получили подтверждение правильного приема кадра, который вы посылали, вот, это сложно, то есть, у вас на каждый посланный кадр сделается огромное количество разных операций, вы, значит, хотите, чтобы сразу целую серию кадров послать, вот, без ожидания подтверждения, и, значит, затем, вот вы, ну, то есть, вот, то, что вы делаете, это вот что, значит, у вас есть такое кольцо, значит, 0, 1, 2 и так далее, n-1, вот, вы посылаете, вот, сразу целую серию с вот этими номерами, вот, то там, значит, вот, n кадров вы можете послать сразу, и потом, да, и, значит, дальше, возможно, вы получаете какие-то подтверждения, то есть, вы послали и ожидаете приема, ну, там, прием все-таки вы делаете один кадр за одну операцию, значит, вы получили кадр, в нем нашли то значение бита, там уже не биты, а числа по модулю n, вот, значит, тот номер, который вы там прочитали, вы помечаете, что вот кадр номер 2 дошел успешно, вот, и так далее, то есть, вот вы получаете, получаете, вот, но следующий кадр вы посылаете, когда у вас вот нулевой дошел успешно, вот, тогда вы просто-напросто, вот, то, что вы делаете там, ну, так сейчас, значит, на самом деле, вы не полностью заполняете вот этот буфер, а какая-то у вас есть вот, вот такая часть его, это, значит, те номера, которые соответствуют посланным кадрам, вот, когда вы получаете подтверждение, вот, нулевого кадра, вы тогда хвост урезаете, то есть, вот, значит, вот первый неподтвержденный кадр, он уже у вас имеет номер побольше, вот, червяк такой, да, вот он ползет по окружности, значит, вот, прирост головы, это, значит, вы посылаете новый кадр, вот, урезание хвоста, это, значит, вы получаете подтверждение от посланных кадров, вот, это вот совокупность номеров кадров, которые были посланы, но еще не подтверждены, они называются окном, вот это окно, вот оно у вас движется по вашему кольцу, и, значит, вот фокус в том, что вы делаете одновременно сразу посылку нескольких кадров, не дожидаясь подтверждения, вот, но здесь разные есть режимы, то есть, допустим, вы послали такие кадры и получили подтверждения не самого первого, который вы послали, а какого-то перед ним, вот, вернее, не перед ним, а после него, вот, вот, ну, что вам тогда делать, значит, рекомендуется послать не только тот, который не получил подтверждение, но и все после него до первого подтвержденного, вот, ну, зачем так нужно делать, это я не совсем способен объяснить, ну, в общем, это вот такой протокол с возвратом, то есть, вот, перепосылаете сразу все окно до того момента, когда пришел первый подтвержденный кадр, а есть, наоборот, выборочный повтор, но там протокол вообще ужасный, там, значит, у меня даже в одну диаграмму не влез, вот, то есть, вы там, когда получили подтверждение кадров, которые, вот, были посланы, но до них подтверждения вы не получили, вы тогда посылаете новый кадр с просьбой подтвердить, вот, тот, который, а, в новом кадре вы посылаете, вот, именно тот, который прежде, который находится в вашем окне уже посланных кадров, но кадры после него получили подтверждение, а он не получил подтверждение, тогда вы выбираете вот этот номер и посылаете еще раз, с просьбой его подтвердить, ну, в общем, вот такие есть сложные протоколы, вот, их всех тоже надо верифицировать, в общем, вот давайте, если вы хотите в этой области серьезно приобрести знания, то начните с анализа вот этого протокола, чередование битов, то есть, опишите полную диаграмму возможных действий для этого протокола, вот, если у вас это получится, тогда вот перейдете к вот такому протоколу скользящего окна, вот, ну, значит, там, я пока говорил, я вспомнил, где-то вот 10 лет назад, там, люди из Эйндховенского университета в Голландии, они написали статьи, касающиеся верификации протокола скользящего окна, у них там частные свойства этого протокола верифицированы, ну, общего такого понимания того, как это работает протокол, в общем случае, нет ни у кого, ну, в смысле, корректность очередей, в соответствии очередей доказано, но нету всевозможных вариаций того, как этот протокол будет вести. Так, значит, в общем, вот я, вот давайте теперь сейчас перейду к такой более общей ситуации, значит, нам надо доказать, что вот мы анализируем систему, это протокол или это смарт-контракт, или это распределенная программа, неважно, вот, мы хотим из нее извлечь какие-то свойства, ну, в частности, это может быть такая, вот, значит, какая-то заданная структура поведения, вот, как нам правильно выразить, например, что вот протокол, даже до него, который на правильную передачу реализовывал, что он работает как буфер, принял-отдал, принял-отдал, вот, значит, для этого надо вести понятие эквивалентности процессов, и это надо сделать формально, вот, давайте я сейчас этим и займусь, то есть, вот, у нас имеется такая общая ситуация, значит, есть два процесса, вот, P1 и P2. Вот, P1 — это какая-то конкретная система, а P2 — это какой-то эталон, то есть система — это протокол, в котором мы игнорируем внутренние действия, мы учитываем только внешние действия, вот, а эталон — это то, как эти внешние действия исполняются, то есть одно после другого, вот этот вот порядок чередования — это очень простенький процесс, вот, эталонное поведение, и вопрос доказать, что система имеет эталонное поведение, вот, в теории процессов это формулируется в виде свойства, которое называется наблюдаемая эквивалентность, вот, вот, чтобы ее сформулировать, для этого мне надо определить некоторые понятия, вот, давайте я сейчас этим и займусь, итак, значит, мы изучаем процессы, что такое процессы, значит, вот, ну вот процесс, да, допустим, вот, как нам определить общее понятие процессы, значит, я сейчас начну с того, что упрощенные понятия процессы я сформулирую, значит, вот процесс, ну вот, те, кто изучает операционные системы, у них слово процесс — это часто, самое часто встречающееся слово в литературе по операционным системам, вот, у нас математические модели процессов тоже называются процессами, значит, вот, у нас процесс — это граф, это граф, значит, у него есть такая структура, у него есть начальное состояние, заключительных состояний может не быть, вот, и у него на ребрах, то есть у него есть ребра, и на каждом ребре написано какое-то действие, значит, у нас сейчас процесс — это совсем не только вот какой-то разновидность компьютерной программы, это может быть все, например, процесс — торговый автомат, у которого действие — это принять монетку, значит, нажать на кнопку, выдать кофе там или что там, бутылку с этой водой газированной, вот, действие может иметь произвольную природу, значит, ну, мы считаем, что возможны три типа действия, значит, либо при, ну, давайте, вот я сейчас, действие может быть такое, либо прием какого-то объекта, да, вот я сейчас не уточняю, что это вот прием на партии in значение x, я считаю, что просто прием объекта, не уточняю, что за объект, вот, у объекта есть имя, значит, а это имя действия, которое выполняется процессом, вот, другой вариант действия — передача этого объекта, вот, послать объект и принять объект, вот, здесь, значит, вот куда именно посылается, неважно, в окружающую среду, вот, и третье действие может быть это tau, то есть вот есть невидимые действия, это, значит, значит, все то, что происходит без взаимодействия с внешней средой, ну, это может быть, например, условный переход, да, вот, верные условия, вот мы по ребру перешли, вот, или это может быть запись в канал, это тоже считается внутренним действием, почему, потому что это запись в какой-то ресурс, этого канала наблюдатель не видит, вот, значит, вот, если просто во внешнюю среду, тогда без канала просто упростительный восклицательный знак, вот, а запись в канал — это внутренние действия все-таки, вот, ну, значит, таким образом есть три вида действий, значит, вот множество всех действий, акт, оно имеет вид такой, либо принять объект, либо послать объект, либо невидимые действия tau, и самое важное, что tau — один и тот же символ для самых разных внутренних действий, вот, мы не детализируем, какие действия у нас бывают внутренние, просто вот процесс сделал действие, которое наблюдатель не заметил, и мы считаем, что неважно, мы не различаем любые такие действия, вот, так, значит, вот процесс — это граф, и, значит, вот вопрос такой, какие процессы можно считать одинаковыми, то есть задача анализа протокола — это задача доказательства одинаковости двух процессов, вот, один процесс — это сам протокол, другой процесс — это его эталонное поведение, нам надо научиться понять, как процессы можно сравнивать, в смысле, говорить, что они одинаковые или не одинаковые, вот, но для того, чтобы определить такое понятие, надо сначала, давайте мы сначала действия будем считать произвольные, просто вот природу их мы не будем уточнять, просто вот есть множество действий, не важно там, что у них, либо прием, либо посылка, либо невидимые, вот, давайте будем считать, что это просто какое-то множество действий. Значит, вот вопрос, я могу нарисовать два процесса вот таких вот, например, у одного есть начальное состояние, действие B, действие C, и все, на этом он заканчивает свою работу, и другой процесс имеет вот какую структуру вот A в двух экземплярах, значит, вот тут B и вот тут C. Вот вопрос, можно ли такие процессы считать одинаковыми? То есть, можно ли считать, ну, давайте, вот одинаковые все это эквивалентности, я пока вот здесь тильдочкой так это все показываю. Вот, ну вот, значит, вроде они делают одно и то же. Сначала каждый из них делает действие A, и затем A. Да, значит, у процессов есть понятие выполнения. Выполнение — это обход графа по ребрам и исполнение действий, которые написаны на ребрах. То есть, вот работа такого процесса, который вот, это сначала действие A выполняется, и потом либо действие B, либо действие C. То есть, у него есть два варианта, оба возможны, как вот здесь. Вот видите, вот здесь, значит, вот принял кадр. Либо сюда можно прийти, либо сюда. Но куда конкретно мы пойдем, это мы не уточняем. Возможно, и туда, и туда. Вот. И в процессе, который абстрактный тоже ситуация. Вот мы когда выполняем, мы начали движение отсюда, мы по ребру сдвинулись вот в эту точку. Из этой точки есть два выходящих ребра. Возможно, и вот это, и вот это. Вот. Что в действительности произойдет, мы не уточняем. Вот. Мы показываем лишь возможность. Ну и, значит, вот вопрос. Два графа даны. Вот. Они один и тот же, то есть, они разные могут быть. Вот. Они изображают одно и то же поведение или разное поведение? Вот. Ну, обманчивое такое впечатление, что вроде как они оба делают A и потом либо B, либо C. Здесь тоже A и B или A и C. Вот. Ну, вроде как они одинаковые, но на самом деле нет. Они разные. Почему мы должны считать их разными? И почему, например, вот процесс вот какой вот сейчас я нарисую. Вот. Действие A. Цикл такой. Вот. И здесь такая, значит, последовательность ребра A, A, A. Ну и так не ограниченная. Вот. Тут, значит, два процесса, у которого… Два процесса, у которых у первого одно состояние, у второго бесконечно множество состояний. Вот. Вот. Но их как раз надо считать одинаковыми. Вот. Потому что они оба делают одно и то же и, значит, нету… В общем, они одинаковые. Вот. Я, значит, сейчас хочу вот как обосновать определение, что такое одинаковое, а что такое неодинаковое описание процесса. Значит, вот у нас, допустим, ну или так. Значит, вот процесс, он работает путем обхода своего графа. Вот давайте мы сейчас сделаем вот такую вещь. Значит, у процесса имеется, значит, начальная вершина, ну и какой-то граф. Ну, например, вот какой-то вот такой вот, да, вот там куда-то еще, может быть, можно пойти. Вот, значит, когда… Да, ну и метки на ребра графа. Вот там А, В, С, допустим, опять А. Вот. Значит, вот такая абстракция сейчас у меня вот будет. Вот у процесса, значит, когда вот он начинает с начального состояния, вот он смотрит все ребра, выходящие из начального состояния, но тут только одно ребро. Ну, давайте еще что-нибудь здесь нарисуем, вот тут там, допустим, тоже В. Вот. И, значит, что делает процесс? Он выбирает ребро, выходящее из начального состояния, делает действие, которое написано на этом ребре, и затем переходит в другую вершину, в конец этого ребра. Вот. Ну, значит, вот конец этого ребра – это точка, с которой все опять повторяется сначала. То есть он в ней находится. Опять та же самая ситуация. Он выбирает ребро, которое выходит из этой точки, переходит по нему, приходит в конец этого ребра и опять сначала. Значит, он смотрит выходящее из той вершины, в которой он пришел ребра, выбирает одну и, значит, по нему переходит. Значит, удобно считать, что с каждой… вернее так, вот он не просто перешел вот в новую вершину, а он превратился в процесс… Ну, давайте, вот, значит, вот у нас S, там S1, S2, это у нас будет S0, S3. Вот давайте мы обозначаем P от S и T. Это процесс, у которого граф переходов тот же самый, но начальным состоянием является S и T. Значит, вот у нас исходный процесс – это P от S0, вот, и он, значит, выбирает ребро, вот, выходящее из S0. Мы будем считать, что вот он сам, вот, так сказать, вот он движется по вот этому ребру, и он не просто переходит в новую вершину, а он превращается в процесс, то есть логика работы процесса такая, вот, он переходит в вершину S1, но мы это интерпретируем как, что вот после того, как он прошел по этому ребру, он превратился в процесс, у которого граф тот же самый, а начальное состояние – это конец того ребра, в который он перешел. То есть понятно, да? Сначала был граф процесса, теперь я считаю, что вот у меня каждая точка – это свой собственный процесс, вот, начальное состояние в этой точке, и граф один и тот же для них всех, вот. Значит, вот я сейчас сделал такой переход концептуальный, значит, вот я сейчас работу процесса сейчас я представил как последовательность превращений. Вот у меня процесс P от S0 сделал действие A, превратился в процесс P от S1. Вот процесс P от S1 сделал действие B, превратился в процесс P от S2 и так далее. Вот, значит, у меня происходит такое превращение процессов. Значит, здесь как бы вот никакого усовершенствования логики процессов нет, есть усовершенствование понимания того, что с ним происходит. Так вот, значит, моя задача – определить эквивалентность на процессах. Значит, я вот ставлю такое условие, вот я могу по-разному определить эквивалентность процессов. Значит, я желаю, это мой каприз, так сказать, вот маленький, да, чтобы вот эта эквивалентность на процессах, ну, я могу все множество процессов рассмотреть и, значит, назвать его проц. Вот эквивалентность на процессах – это должно быть отношение эквивалентности, то есть рефлексивное, симметрично-транзитивное отношение, и оно должно обладать таким свойством. Значит, самое главное свойство. Если у меня имеется пара эквивалентных процессов, то есть вот если P1 эквивалентен P1, эквивалентен P2, то есть я пока не знаю, как эквивалентность определять, но я желаю, чтобы, если мои процессы эквивалентны в смысле моего понимания, то если первый из них сделал действие А и превратился в процесс P1 штрих, вот, значит, вот сделал действие А и превратился в смысле, вот он перешел в состояние, и вот P1 штрих – это тот же самый граф в нужном начальном состоянии. Вот если это произошло, тогда второй процесс должен тоже самое иметь возможность сделать, тоже должен выполнить действие А и превратиться в процесс P2 штрих, который эквивалентен P1 штрих. То есть если они одинаковые, то если первый сделал А и превратился в P1 штрих, то второй должен тоже самое иметь возможность сделать. Это вполне естественное понимание эквивалентности. И вот понятно, что такие процессы как раз этому свойству не удовлетворяют. Почему? Потому что если бы они были эквивалентны, то тогда, поскольку у нас вот этот эквивалентен этому, вот я так вот изображаю, да, то есть вот процесс вот там, ну давайте это состояние S0, S1, S2, S3, а у этого T0, T1, T2, T3, T4. Так? Значит, вот процесс вот это вот P от S0, вот здесь у нас есть P от S0, вот, а этот мы назовем так Q от T0. Значит, если у меня есть ребро из P от S0 в P от S1, то есть процесс P от S0 превратился в процесс P от S1, тогда должен быть вариант работы этого процесса, чтобы он сделал то же самое действие A и превратился в процесс, который эквивалентен моему P от S1. Вот, но здесь либо вот этот вариант возможен, либо вот этот вариант. Ну, допустим, вот первый вариант. Значит, тогда Q от T0 тоже должен сделать A и превратился он в Q от T1, который эквивалентен P от S1. Значит, вот мы доказываем, что процессы, которые я нарисовал, не эквивалентны от противного. Пусть они эквивалентны. Тогда, если первый сделал вот это движение, тогда второй тоже должен сделать движение, ну, тут два возможных движения, либо налево, либо направо. Ну, пусть это будет налево. Ну, тогда, значит, получается, что процесс с графом слева и начальное состояние здесь эквивалентен процессу вот этому. Ну, вот, значит, уже понятно, почему такие процессы не могут быть эквивалентными. Потому что этот процесс может сделать действие C и перейти в процесс P от S3. Ну, P от S3 — это процесс, который ничего не может сделать. Вот, ну, неважно. Ну, короче говоря, вот этот процесс может сделать действие C и перейти куда-то, тогда и этот процесс тоже должен иметь возможность сделать действие C и перейти вот в это состояние. Вот. Ну, такого у этого процесса нет ребер, выходящих из него с меткой C, поэтому мы получили противоречие. Вот. Ну, если другой вариант, то есть вот, если эти эквивалентны, тогда, если этот сделал A, то и этот должен сделать A, тогда вот сюда тоже другой вариант можно рассмотреть, перешел. Вот второй процесс. Тогда опять, значит, вот этот может сделать B, а этот не может сделать B. Ну, вот, значит, мы получили противоречие. Вот. Значит, не все процессы эквивалентны, даже на первый взгляд похожие. Вот. В общем, вот это я вам все говорю для того, чтобы вы понимали, что даже если вы как-то вот на каком-то своем уровне понимания считаете процессы некоторые эквивалентными, то это может быть совсем не так, если чуточку подумать. Вот. В общем, вот проблема обоснования эквивалентности двух процессов, она не так и легка, как это кажется на первый взгляд. Вот. Ну, значит, вот эквивалентность процессов. Вот. Если мы действия не делим на внешнее и внутреннее, значит, можно определить понятие эквивалентности двух процессов. Как ее определить? Ну, наверное, это можно сделать, но давайте я хочу сейчас вам побольше рассказать. То есть мой курс все-таки не по теории процессов, а по анализу протоколов. Вот. Нас это интересует, на самом деле, эквивалентность немножко другого типа. Вот. Внутренние действия для нас они совершенно никакой роли не играют. То есть вот нас интересует эквивалентность вот какая. Вот два процесса, по один и по два. Мы желаем, чтобы они были эквивалентными, вот в каком смысле. Значит, там уже эквивалентность вот такими изображается двумя волнистыми линиями. Значит, там понимание другое. Значит, там имеется в виду, что если первый может выполнить какое-то внешнее действие, а не равное tau и перейти в процесс по один штрих, вот, то тогда что должен уметь делать процесс второй? Он не должен иметь возможность сразу же сделать это невидимое действие, это действие а. Он сначала может сколько-то раз исполнить невидимое действие tau, то есть внутреннее действие. там как-то вот несколько раз делать, потом выполнить действие а. Затем сколько-то раз еще может быть там выполнить действие tau и преобразоваться так, только это p2' в p2', который уже будет эквивалентен процессу, в который превратился p1'. Значит, вот такое определение эквивалентности, оно же другое. Вот это не то, которое мы только что обсуждали, но нас интересует именно вот такое действие, вот такое вот определение. То есть вот два процесса, значит, которые изображают анализируемый протокол и его свойства, они должны быть эквивалентны в том смысле, что если, допустим, протокол сделал, ну, на самом деле там наоборот, вот если у свойства, вот свойства буфер, да, там, значит, переход взять сообщение с порта in, вот, после этого, вернее, перед этим и после этого у нас может быть много действий, которые невидимые, но среди них должно быть одно видимое действие, в точности то самое, которое сделал первый процесс. Вот, и значит, у нас должно быть такое соответствие, вот, ну, вот вопрос, да, извиняюсь, еще забыл симметричность обязательно, то есть наше отношение должно быть эквивалентно, эквивалентностью, то есть если второй процесс тоже сделал какое-то действие а внешнее, тогда первый должен иметь возможность выполнить цепочку действий, сначала сколько-то раз тау, потом это внешнее действие а, потом еще раз сколько-то тау. Вот, ну, ну, и вот, значит, вопрос, может быть, да, то есть как определить эквивалентность, так, чтобы вот такое свойство выполнялось. Ну, здесь, значит, вот понятно, что не каждая, то есть тут нет однозначного решения этого вопроса, значит, во-первых, отношение равенства, то есть P1, то есть P1 эквивалентный P2, тогда и только тогда, когда P1 равно P2, оно, очевидно, этим свойством обладает, да, то есть если два процесса равны, то если один сделал А, то и второй, который первый на самом деле тоже может сделать А и превратиться во что превратился первый процесс. Ну, может быть, и другие более грубые, вернее, разные процессы могут быть, а, кстати, кстати, вот я вот тут пример привел не эквивалентных процессов, а вот пример эквивалентных процессов разных можно привести, ну, можно, это может быть как раз вот процесс, который я рисовал, вот у него вот одно, у первого одно действие А, а у второго вот цикл, такая циклическая, в смысле, бесконечная последовательность ребер, почему они эквивалентны, потому что вот, значит, вот этот вот у нас P1, а этот P2, вот у нас может быть вот здесь единственная ситуация, P1 сделал А, превратился в P1, вот, ну тогда, значит, вот P2, он сделал А и превратился в процесс, который абсолютно такой же, как и P2, да, то есть мы переместились в другую вершину, но граф у этого процесса абсолютно такой же, это бесконечная последовательность ребер с меткой А, вот, и, в общем, вот это два эквивалентных процесса, вот, ну, значит, вот вопрос, какие, какое определение эквивалентности считать самым лучшим? Ну, здесь я должен углубиться в такую, значит, вот, ну, она не совсем сложная, но, тем не менее, это математика, значит, теорема доказывается про то, что эквивалентности на процессах, которые вот обладают этим свойством, каким свойством, ну, давайте, хотя бы вот таким вот, много, но среди них есть одна самая грубая, то есть вот, ну, это отношение к эквивалентности, это множество пар, да, вот, среди этих множеств пар существует наибольшее, вот, и вот именно его надо считать правильным определением отношения эквивалентности, ну, для вот этого определение эквивалентности называется наблюдаемой эквивалентностью, то есть здесь вот не играет роли невидимые действия, вот, ну, и, в общем, вот, там, значит, задача анализа протоколов, это распознавание для двух разных процессов, находятся ли они в отношении наблюдаемой эквивалентности, вот, это задача является главной задачей анализа протоколов в терминах, вот, наблюдаемой эквивалентности, ну, значит, так, давайте, сейчас уже времени меньше трех минут осталось, вот, в общем, вот, то, что я сейчас вам рассказал, это некоторая канва к науке о процессном моделировании протоколов, вот, значит, понятно, да, ну, вот, для вас, вот, без этой науки просто, вот, хоть как-нибудь определить, вот, процесс, наблюдаемый эквивалентный процессу протокол передачи данных в двух направлениях, вот, это вы можете без этой науки делать, хоть как-нибудь построить граф, вот, который действия содержит только внешние, внутренние, там, не надо, чтобы были, вот, ну, вот, это вы можете решать, ну, все, на этом давайте закончим, спасибо за внимание.